Музыка Меня зовут Косрев Алексей Я стоял у истоков создания этой общественной организации в 2007 году еще Впервые эта организация была создана в Одессе И работала она больше как профсоюз, чем просто как общественная организация Которая защищала чьи-то интересы, кроме членов организации Сам я занимался бизнесом И в эту организацию вошли также предприниматели Которые хотели получить защиту для своего бизнеса Мы устали платить взятки Мы устали отдавать какие-то откаты Мы устали жить по правилам, которые нам диктовали нерадивые чиновники в этой стране И мы решили, что мы хотим жить Ну пусть не на благо этой страны, а хотя бы на благо себя и своей семьи По закону И мы создали такую организацию, она больше напоминала клуб по интересам В 2008 году пришел такой нежданный всемирный экономический кризис Многие из нас стали закрывать свои бизнеса Сам я в 2009 году закрыл свое предприятие У меня была строительная фирма Я не видел дальнейшей рентабельности работы в данном бизнесе И полностью погрузился в правозащитную деятельность Я со своими коллегами начали работать и жить по-новому Мы пересмотрели устав организации, пересмотрели программы И мы стали просто совать свой нос во все дела негодяев Которые в этой стране находились Везде, где нарушался закон Мы находили такие нарушения закона, как запреты горного бизнеса Казино работали и работают на данный момент по всей стране Закон говорит о том, что очень суровое наказание за нарушение этого закона Но никто не боится Почему? Потому что свой прокурор, свой глава администрации, свой начальник милиции Мы стали их тыкать носом Мы стали показывать каждому, где что делается не так Стали бороться с наркопреступностью Подписали кучу меморандумов с общественными организациями Которые также являлись неноминальными Что-то делали, много делали работы Даже я вам скажу такое Мы в 2010 году залезли в такую схему, где происходили убийства Убивали людей за что? За квартиры Кого-то делали психами Закрывали их в психоневрологический интернат Остается одинокий человек У него хорошая квартира или дом Или бизнес Это все забиралось Человека отправляли в психушку Закалывали И в 2010 году в августе месяце было такое резонансное дело По новосайдскому интернату Где было обнаружено более 30 трупов Уже похороненных Но один оказался совсем свежим Мы просто информация к нам поступала постоянно Но мы сомневались, что в нашей стране такое возможно Что кто-то кого-то убивает И один раз был звонок в 12 часов ночи Мы сказали, хотите увидеть абсолютно точно свежего Приезжайте завтра Увидите 8 утра Мы вас ждем Прямо на кладбище Можем помочь эксгумировать Тело, все Мы приехали, действительно, все было По телевизору нам показывали Но я сейчас хочу говорить не об этом Наша назойливость Она кому-то не понравилась Пришла новая власть в 2010 году Пришел к власти Янукович И этот парень уже не был настолько терпим Таким проявлением, как общественная организация В нашей стране Какие общественные организации имеют вес Всегда говорим Ну вы всего лишь на все общественные организации Если бы это было где-то на западе или в Европе А, это общественная организация Это голос общественности Это голос народа Надо считаться Потому что можно поплатиться своим местом Но с нами начали бороться То есть до этого боролись мы с негодяями А тут на тропу войны вышли власти против нас И 6 октября 2010 года Против меня было за один день Состряпано уголовное дело За то, что я создал ОПГ Всеукраинского масштаба Комитет по борьбе с преступностью и коррупцией На тот момент в нашу организацию Входило 3,5 тысячи членов организации Но в ОПГ, которое было состряпано против меня Вошло 3 человека То есть для того, чтобы было ОПГ Должно быть не менее 3 человек Которые минимум полгода знают Есть юристы, наверное, знают статью 28 уголовного кодекса А у нас была 28-я и 189-я Это ОПГ с вымогательством И в это ОПГ вошли 3 человека Одного из которых я даже не знал Не было ни одного доказательства того Что мы хотя бы посленно знали о существовании друг друга И мне дали 7 лет Я 3 года находился в тюрьме Благодаря тому, что произошло на Майдане Меня выпустили Попал под так называемую амнистию Сейчас ждем Все, которые оказались политзаключенными Заключенные в этой стране Ждем закона о реабилитации Потому что амнистия произошла Но судимость никто не снял И когда я находился в тюрьме Я почему-то думал, что в этой стране нет смысла Добиваться какой-то справедливости Добиваться исполнения каких-то законов Я думал, что эта страна обречена Почему-то мне казалось, что уже Эти бандитские кланы не будут свергнуты никогда И нет смысла вообще даже жить в этой стране Но когда произошло то, что произошло Когда произошел Майдан Когда произошло это серьезное событие Которое сегодня все называют революцией Правильное ли последствия, неправильное Но правильно то, что оно произошло Я понял, что я не смогу оставаться в стороне От общественной жизнедеятельности нашего государства Но мне не хотелось возвращаться в ту организацию, в которой я была Я не хотел реанимировать, поднимать снова комитет Он существовал, и вот там начали геребанить Некоторые непорядочные люди Растягивать там себе какие-то регалии У кого-то печать, у кого-то документы Кто-то что-то делает, кто-то переплелся с политикой И мне не хотелось возвращаться Но когда я вышел, два месяца прошло после моего освобождения Ко мне приехали люди, которых я уважал Которые являлись членами нашей организации Они сказали, мы хотим провести общее собрание Хотели бы пригласить вас на это общее собрание Я согласился На собрании было немного человек Там было порядка 70 И мне предложили вернуться в эту организацию И что, если я не вернусь, то все, что было заплачено То есть вот та цена Это тюремное заключение И много других страданий У меня трое детей, жена Они тоже страдали То эта цена будет напрасной И я подумал, что в действительности Это будет самым правильным решением Если я вернусь И в феврале месяце я вернулся Стал снова членом этой организации Мы провели общее собрание Меня снова избрали председателем этой организации Но мы полностью реструктуризировали организацию У нас 90% членов нашей организации Сегодня новые люди Мы уже открыли подразделение в 16 областях нашей страны Уже есть документы, печати в каждой области И мы хотим заниматься не борьбой с коррупцией Мы хотим поменять систему и ментальность нашего общества Мы хотим заниматься правовым воспитанием общества Мы хотим готовить специалистов Мы сегодня выступили с идеей О создании школы По подготовке таких специалистов Специалисты узкой направленности Это правовое воспитание И антикоррупционная пропаганда То есть мы хотим заниматься Прививанием правовой культуры в обществе Да, у нас есть юридические отделы Они будут бороться с коррупцией Мы будем реагировать на всякие проявления коррупции В этой стране, но по мере наших сил Мы не хотим заниматься только констатацией фактов коррупции Мы хотим видеть результаты борьбы с коррупцией Мы хотим видеть, что наша организация Она в действительности полезна Одно из направлений, которое мы также сегодня взяли на себя Это социальная консультация Это помогать людям, у которых нет денег Которые не знают, как пользоваться законами Для этого мы даже подписали меморандум о сотрудничестве С европейской юридической службой Эта служба занимается конкретной юридической консультацией По телефону Каждый член нашей организации может в любой момент При любой ситуации, сложившейся для его жизни Или его родственников Находясь в том месте, где ему нужна консультация Набрать просто номер телефона Назвать свой номер Который регистрационный номер И получить консультацию по тому или иному вопросу на месте Это очень важно Для того, чтобы жить по закону, надо их знать Но мы не можем знать все законы Но есть люди, которые знают эти законы И которые за свою работу получают деньги Нам достаточно сегодня иметь телефон в кармане Быть членом организации И при этом быть полностью осведомленным во всех своих жизненных вопросах Все мы знаем, что наша страна Я хотел сказать последние 23 года Нет, не 23 года Последние 100 лет почти Живет в правовом мигилизме С тех пор, как Владимир Ильич пришел к власти когда-то В этой стране забыли о том, что есть закон Все живут по правовым понятиям Если у нас сегодня идет кто-то учится в юридический институт Он идет только с одной целью Для того, чтобы безнаказанно творить беззаконие Защититься законом У нас уровень доверия всем силовым структурам минимальный Милиции доверяют только их родственники До 2% Судам доверяют до 2% Прокуратуре доверяют до 2% Почему? Потому что эта страна живет по понятиям Правовая культура отсутствует вообще У нас каждый решает вопросы так, как он хочет Или так, как он может Многие в нашем обществе Даже те, которые напрямую страдают от коррупции Они боятся, что в этой стране не будет коррупции Они действительно боятся Как же жить? Мы по-другому не умеем Мне проще заплатить И все будет в порядке Наша задача воспитать нетерпимость коррупции По примеру Той же Польши Той же Грузии И очень яркий пример, который я сам изучаю Уже достаточно количество времени Это пример Сингапур Когда достаточно было политической воли одного человека Пришел премьер-министр Ли Куан Юн И он сказал Для того, чтобы изменить эту страну Не нужно многого Надо начать с себя И чем выше наше положение в обществе Тем важнее вот это начать с себя Мы меняем окружающих Мы меняем свою семью Изменив себя И при этом, когда мы это видим Изменения, мы хотим идти дальше В нашей стране Много людей сегодня проводят подобные мероприятия Говорят о коррупции Говорят о иллюстрации Многие из них даже не понимают значения этих слов Но все понимают Что если у нас не пройдут Радикальные изменения в этих направлениях Ничего хорошего нас не ждет И благодаря тому, что В действительности сегодня Многие собираются и думают Что я могу сделать Для этой страны Для этого общества И есть у нас будущность Благодаря этому Благодаря тому, что вот мы сегодня здесь собрались Я вам скажу Вот сегодня здесь, завтра я в Мельницком Послезавтра еще где-то И я вижу Мы переплетаем сейчас с другими организациями Нас приглашают, мы приглашаем У нас проходят форумы, семинары Здесь вот собралось небольшое количество людей Где-то собирается до тысячи человек И вы знаете Это общество уже дышит тем Что надо что-то делать Много людей, которые в действительности Они уже Их неосознание изменилось Отношение ко многим вещам еще не изменилось Много работы, конечно Мне самому надо трудиться над собой Я замечаю некоторые моменты Когда я просто себя останавливаю В каких-то неправильных действиях Так меня воспитывали с детства Так я приучен И каждый из нас так Я вам скажу Каждый из нас здесь По законам европейским Цивилизованным законам Является преступником Который должен сидеть в пюрьме Действительно Все мы совершали преступление Да, мы не крали в магазинах Мы не продавали наркотики Но скажите, пожалуйста Кто из вас занимался бизнесом И не давал взяток Хоть один человек А на дороге Если бы вы Даже в той же Белоруссии Сегодня дали бы взятку на дороге Минимум, что вам грозило бы Это возбуждение против вас Уголовного дела Возможно, вы бы не сели в тюрьму Но это минимум Во многих странах Дача взятки наказывается так же Как и получение ее А у нас Дача взятки Это норма Мы так привыкли Мы по-другому не хотим Лояльность коррупции у нас Сто процентная У меня двоюродный брат Занимается бизнесом в Одессе У него три ресторана И как-то у меня спросил Мы проводили одно мероприятие подобное Я только вышел Там 15 дней только на свободе И мы проводили мероприятие Просто хотелось узнать Чем дышит общество Мы собрали людей Которых знали Общественников Правозащитников И рассказывали о том Что Как должно быть по-новому И меня мой брат спросил А зачем тебе это надо? Я не хочу, чтобы не было коррупции Я говорю, давай посчитаем Сколько ты платишь денег Каждый год За то Что ты не хочешь Чтобы не было коррупции Ну посчитали Это вышло Порядка 70 тысяч долларов Каждый год За три своих ресторана Отдает негодяям Это Хорошая квартира в Одессе На сегодняшний день Я говорю За 8 лет ты отдал 8 квартир Это состояние Реальное состояние И мы сели Посчитали А если по закону Он говорит Мне не дадут жить по закону Хотя по закону Выходит в 3 раза меньше А мне не дадут Меня просто не будет на тому А сегодня есть все возможности И мы должны Трудиться над этим Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»